Это наш институт Всегда несравненный МГИМО Бастионом студенческой дружбы Нашего университета И построим мы сегодня Работу следующим образом Сначала я немножечко расскажу о факультете В принципе, факультет известность, давняя история Я не буду очень подробно останавливаться На всем, на что я хотел бы рассказать Дальше мы передаем слово нашим коллегам Кто расскажет непосредственно о специфике Проведения приемной кампании в этом году И в конце ответим на ваши вопросы Вот такой у нас с вами план Итак, я предлагаю начать Прежде всего, позвольте представиться Меня зовут Печаков Олег Борисович Я декан факультета международных экономических отношений Я выпускник самого этого факультета Я потомственный выпускник этого факультета Мои родители тоже заканчивали факультет МЭО и МГИМО Поэтому, в общем, для меня большая честь Возглавить, в общем, любимую мною факультет И вот сегодня, собственно говоря Я буду модерировать и вести нашу встречу Собственно говоря, что Мы попробуем максимально структурированно Вам рассказать всю эту информацию Я сразу хочу сказать Она есть на сайте На сайте МГИМО в разделе абитуриента Она есть на страничке нашего факультета Но чуть-чуть я вот какие-то вещи Хотел бы подсветить Рассказать более подробно Значит, на факультете МЭО Реализуются две бакалаврские программы То есть, когда вы будете поступать У вас будет выбор из двух бакалаврских программ Одна программа Это международные экономические отношения Здесь она вторая стоит, да? Вторая стрелочка Это наша традиционная четырехлетняя Бакалаврская программа по экономике И вторая программа, которая у нас реализуется Это программа, совместная с Университетом Рейдинга Великобритании Это англоязычная программа Два года вы проводите здесь Два проводите в Великобритании Об этом я подробнее чуть-чуть расскажу Дальше на слайдах Все вы увидите Значит, чем отличается Сразу предваряю вопрос Потому что такие вопросы поступают очень часто Вот я себе даже распечатал В общем, на почту факультета поступило Очень много вопросов И очень часто встречается вопрос Чем мы отличаемся от других Экономических факультетов От других экономических вузов и так далее Отличий много И по ходу сегодняшней нашей встречи Я расскажу более подробно Но вот одно из, например На мой взгляд, наиболее ярких Отличий Это очень широкая возможность специализации Экономика, как вы, наверное, прекрасно Понимаете, осознаете Это очень широкая наука Намного шире, чем иные Экономика охватывает Ну, по сути, все сферы нашей жизни Поэтому мы на факультете предлагаем вам Очень широкий выбор специализаций Вот в таких вот сотах Здесь, вы видите, у нас 8 специализаций Которые вы можете выбрать Уже начиная со второго курса Мы, в общем, мы исповедуем В целом идею У ранней специализации Потому что Теоретическая подготовка Это хорошо И она, несомненно, у вас будет Причем это хорошая Фундаментальная подготовка Но экономисты Это, конечно, практики Это люди Которые должны уметь Ну, что называется, ручками Что-то уметь делать Уметь какие-то вещи Которые вам непосредственно понадобятся И если вы посмотрите Я не буду перечислять все Не буду зачитывать слайды Вы все это видите Если вы посмотрите То выбор очень широкий И, соответственно, в зависимости от того Кем вы захотите стать в будущем Я сейчас обращаюсь прежде всего К абитуриентам Ну и к родителям, разумеется, тоже Уже сейчас, пожалуйста, ребят, подумайте Собственно говоря, кем вы хотите стать Хотите свой бизнес? Значит, вы пойдете на одну специализацию Захотите на бирже играть? Пойдете на другую Захотите банкиром стать? Пойдете на третью Захотите специализироваться? Пойдете в международную организацию работать? В консалтинг? Соответственно, будете выбирать Свои специализации? Поэтому вот такой выбор Не предлагает больше никто Потому что обычно Если вы посмотрите на другие вузы На другие факультеты То это достаточно такая Ну, относительно узкая подготовка В определенном поле Здесь у вас есть возможность Более того, на старших курсах У вас будет возможность И некого такого перекрестного То есть, например, вы специализируете Сусловно в финансах Но понимаете, что вам нужны знания По логистике У вас будет возможность Добрать некоторые предметы Поэтому учебный план Мы всегда стараемся выстраивать Так очень гибко Здесь мы в таком Некотором выгодном положении Потому что мы не связаны В общем У нас собственные образовательные стандарты Которые, естественно Не противоречат федеральным стандартам Но тем не менее Мы готовим экономистов-международников И это дает нам широкие возможности Потому как сформировать учебный план Так, чтобы вы максимально могли свободно Иметь выбор Выбор своих Ну, выбор своих Индивидуальных траекторий Скажем так О нашей обычной программе Обычной я называю Четырехлетнюю Нашу традиционную программу Ну, ролик Тоже несколько раз посмотрел Видели, что наш факультет Не так давно отметил Шестидесятилетие Уже сейчас побольше лет прошло Мы очень гордимся тем Что мы старейший факультет По подготовке экономистов-международников Скорее мы первые Кто это начали делать Тогда еще в Советском Союзе Сейчас в России Чем всегда очень гордится наш ректор И, соответственно, гордимся мы Это то, что наши выпускники Это самые высокооплачиваемые выпускники Экономисты Вообще из всех вот вузов Это легко посмотреть На сайте соответствующая информация Регулярно замещается Наши места в рейтингах Мы обычно первое место делим И в иные годы мы делим С высшей школой экономики Но, правда, со всей высшей школой экономики сразу Мы здесь первое место занимаем Ну и понятно, что Абсолютное большинство наших выпускников Я сейчас точный процент не помню Там что-то вроде 97,9, по-моему Если мне память не изменяет Устраиваются именно По специальности И непосредственно работают Там, где они Сударно, кого они учились Итак, наша обычная Четырехлетняя программа Русскоязычная программа Бакалавриата Значит, тоже, опять же, на слайде Вы все видите Вообще, МГИМО Как вы, наверное, уже знаете Заметили МГИМО Вуз относительно небольшой На фоне гигантских университетов Вроде МГУ Или высшей школы экономики Которая уже размером с МГУ стала Если не больше Финансовая академия И так далее Мы вуз очень небольшой У нас относительно небольшое количество студентов Но внутри МГИМО Такого, в общем, небольшого вуза Мы, повторюсь Самый большой факультет И у нас много очень мест Опять же, на фоне других Вот факультет МО Может быть, кто-то из вас был На факультете международных отношений На дне открытой двери И мы Вот у нас самое большое количество мест Обучение у нас идет Есть места и бюджетные, и договорные На этой программе О количестве мест я скажу Чуть-чуть подробнее дальше Сейчас не буду останавливаться Как и на других крупных факультетах Вы, друзья мои, тоже знаете Что в этом году МГИМО На трех факультетах Есть дополнительное вступительное испытание Это три крупнейших факультета Ну, формально четырех Это факультет международных отношений Это факультет международных экономических отношений Мы Это правовой факультет И творческое задание На факультете журналистики Ну, это, по сути, есть и четыре факультета основателя С которых МГИМО и начинался Чуть-чуть на старше факультет МГИМО Но совсем немножко Вот мы были, соответственно, вторыми, кто образовался Так вот, у нас есть дополнительное вступительное испытание Сегодня мы дадим слово нашим коллегам Рассказать о формате О тех изменениях, которые произошли И будут в этом году То есть вы приносите нам три ЕГЭ Опять же, подробнее об этом дальше будет на слайдах Я расскажу Вы приносите нам три ЕГЭ Напоминаю, что это иностранный язык Русский язык Математика И, соответственно, вы сдаете наш дополнительное испытание То есть суммарно максимально вы можете набрать 400 баллов И дальше от этих баллов, которые получатся Выстраивается конкурсная ситуация Есть, вот если вы посмотрите вот дальний левый угол Вы увидите, что есть минимальное количество баллов ЕГЭ По иностранному языку это 70 баллов По русскому языку это 70 баллов И по профильной математике 50 баллов Ну, опять же, если сравнить с другими вузами и прочим 50, это обычный такой отсекающий балл по математике По профилю Если вы принесете результаты ниже Мы не сможем принять у вас документы Все, что выше, вы участвуете в конкурсе Вот этого, пожалуйста, обратите внимание Ну, поскольку мы говорим о МГИМО, это институт международных отношений Разумеется, у вас будет не один иностранный язык На первом курсе вам дается на этой программе Один иностранный язык Со второго курса вы изучаете второй Ну, у нас есть ребята, которые по 5 языков учат То есть мы вас никак не ограничиваем Я напоминаю, что МГИМО входит в книгу рекордов Геннесса По количеству изучаемых языков 53 В общем, по сути, любой из них вы можете при желании освоить Ну, понятно, что есть какие-то языки более популярные Менее, которые менее пользуются спросом Ну, опять же, подробнее мы об этом чуть-чуть дальше поговорим Вот, так что со второго курса у вас будет возможность изучать второй язык Ну, и дальше, если дополнительный вы захотите Абсолютное большинство выпускаются с двумя-тремя языками И, в общем, вы выпускаете на очень хорошем уровне Ну, если что касается нашего факультета К выпуску уровень первого и второго языка Ну, почти одинаковый Я не буду лукавить, что они совсем одинаковые Это зависит от вашей усидчивости и прилежности Но, тем не менее В чем еще специфика языковой подготовки МГИМО в целом И на нашем факультете в частности Вы изучаете не просто общий язык То есть язык там вот такого межличностного общения Это понятно, вы придете уже сильным языком Те из вас, кто поступит Мы даем вам язык специальности Экономический язык Отличие нашей языковой кафедры в том, что У нас как раз на кафедре нашей английского языка Сейчас про английский говорим У нас филологов, лингвистов не очень много У нас они все кандидаты экономических наук Они, прежде всего, экономисты Да, и потом уже, соответственно То есть вам даются такие знания Которые поддерживают вашу специальную дисциплину Вот на этом уникальность нашего факультета Теперь про нашу программу с университетом Рейдинга Я уже об этом говорил Два года вы учитесь в МГИМО Два года вы учитесь в Великобритании Как это работает? Первый момент Программа реализуется полностью на английском языке С самого начала Это нужно для того, чтобы вы сразу попадали в языковую среду И чтобы вам, соответственно, было легче потом учиться в Великобритании По итогам первых двух лет обучения Вы получаете сертификат IFP Который дает вам Фактически приравнивает вас к выпускникам Британских и европейских вузов И в будущем этот сертификат позволит вам При желании продолжить какую-то научную работу Или работать за границей Ну кому это нужно? Плюс это необходимые условия для того, чтобы продолжить обучение в Великобритании Соответственно, третий-четвертый год вы проводите в Великобритании Опять же, в отличие, я не хочу называть другие вузы Но в отличие от похожих программ, которые предлагают другие Вы реально едете в Англию То есть это не какой-то там Вы реально едете в Великобританию Вы там живете, там учитесь И, в общем, понятно, что первые два года Тоже вы взаимодействуете активно И с администрацией университета Рейдинга И с преподавателями Ну, рассказать об университете Рейдинга, наверное, я не буду Это достаточно известный вуз Входящий, в общем, в топ лучших британских и мировых вузов Мы непосредственно работаем с Хенли бизнес-скул как подразделением Потому что это одна из лучших бизнес-школ Соответственно, диплом на обычной программе здесь Вы получаете диплом по направлению экономика Диплом на этой программе абсолютно такой же вы получите Именно ГИМО-диплом Такой же, как на нашей обычной программе, соответственно И плюс на этой программе вы получите и диплом университета Рейдинга На что надо здесь обратить внимание Здесь немного другое минимальное количество баллов ЕГЭ, которое требуется Иностранный язык 80, на обычной программе 70 Русский язык те же 70 и профильная математика те же 50 Ключевое отличие в плане поступления сюда не требуется сдача дополнительного вступительного испытания на эту программу Почему? Потому что, ну, Великобритания его не требует Мы, соответственно, согласуем, поскольку учебный план и все наши действия с нашими партнерами Это всегда на такой взаимной основе видео Поэтому на эту программу не требуется ДВИ На данную программу к участию допускаются иностранные граждане А также российские граждане, имеющие результаты IB Международного бакалавриата Обратите, пожалуйста, на это внимание Ну, срок обучения, это я уже все сказал Обучение на английском языке И тоже отличие от нашей традиционной программы в том, что вы здесь изучаете два иностранных языка с первого курса Потому что за первый и второй курс вы должны язык более активно изучить Вот здесь такая специфика В Англии вы можете продолжить изучать два и больше языков Вот Это что касается нашей программы совместной с Великобританией Идем дальше То, что интересует, в общем, абитуриентов и родителей, наверное, больше всего Это так называемые контрольные цифры приема Значит, мы показываем контрольные цифры 2020 года Новые цифры еще не приняты Но мы исходим из того, что цифры останутся, скорее всего, такими же Я ведь так аккуратно говорю, потому что пока нет соответствующего приказа Но на эти цифры можно смело ориентироваться Как я уже говорил, в целом у нас много бюджетных и договорных мест На фоне наших коллег здесь и вовне Поэтому, соответственно, количество бюджетных мест у нас 60 Достаточно много Количество договорных мест 95 И 12 мест на программе двойного диплома с университетом рейтинга В прошлом году у нас был вопрос, поступал в прошлом году Мы набрали чуть-чуть побольше на рейтинг Да, действительно, но поскольку у нас было так согласовано с Великобританией 12 И вот контрольные цифры, эта цифра рассчитывается прежде всего из экономической эффективности Поэтому, что касается договорных мест, бывает нечасто, но бывает, что мы берем чуть-чуть больше, но в рамках разумного Здесь рассчитывать на это особенно не следует Вот это по количеству мест Идем дальше Перечень учета индивидуальных достижений То есть, как формируются ваши проходные баллы, я надеюсь, что я достаточно ясно объяснил То есть, вы приносите 3 ЕГЭ, плюс сдаете ДВЕ Если идете на нашу традиционную программу И не обязательно И не сдаете ДВЕ, если идете на программу рейтинга Соответственно, как вы знаете, абитуриенты имеют право претендовать на некоторые дополнительные баллы Я специально не стал сюда выводить Перечень есть в правилах приема Если будут вопросы, вот я себе ту шпаргалку распечатал Я там могу зачитать Или вот Игорь Сергеевич потом попросим, если нужно будет озвучить В любом случае, поэтому перечень есть Он такой достаточно стандартный для всех вузов Там единственное, в этом году, по-моему, сняли ГТО только В общем, все остальные остались На что хотел отдельно обратить внимание Поскольку тоже поступает достаточно большое количество вопросов Мы учитываем И сегодня мы попросим нашему коллегу тоже рассказать О конкурсе предпрофессиональных умений наука для жизни То, что вот в прошлые годы назывался предпрофэкзамен Поэтому, если я буду его тогда называть, не пугайтесь Я именно это имею в виду, потому что новое название, оно очень длинное То, что реализуется в рамках академического класса То есть вы сдаете экзамен по, соответственно, международной экономике Стоящей из двух частей, из теоретической и практической части Если вы набираете 61-79 баллов, то вам дается целых дополнительно 7 баллов И если вы набираете 80-100 баллов, то вы получаете целых 10 баллов Хочу коллеге напомнить, что всего максимально до баллов Тем баллам, которые вы по ЕГЭ принесете и получите по ДВИ Всего их может быть 10 В принципе, если вы принимаете участие при профэкзамене Вы можете эти 10, ну если при должной подготовке, сразу и выбить Либо вы их можете набрать за счет других достижений Тут все по-разному Ну, я не знаю, понимаете Вот эти 10, ну даже один балл, это очень много Это очень много Чтобы вы понимаете, что один балл не равняется один человек В каждом бале сидит, ну по-разному, каждый год по-разному Ну по 5-6 человек, примерно, бывает больше Чем выше балл, тем больше там обычно людей Поэтому, когда вы получаете дополнительно 2 балла, 3 балла Уж не говоря, 7 и 10 Это, в общем, очень помогает вам в поступлении к нам В прошлом году у нас, ну, Екатерина расскажет лучше Да, я сейчас не буду, я что-то цифры не напутать В общем, это помогло достаточно большому количеству ребят Попасть к нам и на бюджет, ну кому-то на договор Прежде всего на бюджет И именно то, что они участвовали вот в этом академ-классе Вот в это сдавали предпрофессиональный экзамен Так что, ну подробнее, опять же, мои коллеги об этом расскажут И принимаются результаты Всероссийской Олимпиады По математике, по географии И, Игорь Сергеевич, помогите мне И по экономике, спасибо, да Экономика, математика Самое главное, ты забыл экономик Экономика, математика и, соответственно, география Обращаю ваше внимание, география Да, она у нас, как бы, это некая инновация в этом году Так что, если вы призеры Я знаю, что география, в общем, не очень много ребят Но если есть присутствующие, мы вас всячески приглашаем к нам на факультет Что у вас есть такая, в общем, уникальная возможность То есть, понятно, что мы факультет международных и экономических отношений География нам очень нужна Я, коллеги, не буду здесь очень подробно останавливаться Я, в принципе, об этом уже кратко сказал Это вот потому, что у нас ранняя специализация Это вы можете, там, кому интересно сфотографировать Или будет выложена новость Вы потом посмотрите это в записи Это, в общем, то, что нас, опять же, отличает от наших коллег Это то, что является нашими особенностями Наверное, вот еще, что важно остановиться Это то, что в ходе обучения вы Студент у нас регулярно ездит на практике, стажировке Во-первых, давайте начнем по порядку Значит, первое, стажировки Стажировки в чистом виде не являются обязательной частью вашей учебы Но, как показывает наша жизнь Хорошие ребята, кто учится на высокие баллы с высоким рейтингом Ребята у нас, ну, в общем, практически все Так или иначе побывали на какой-то стажировке Стажировка бывает, она может быть учебная То есть вы можете поехать в один из наших вузов-партнеров Отучиться там, ну, чаще всего на один семестр уезжают Бывают редко годовые, но это редкие достаточно слушания Вот, вы можете поехать на какому-то из наших университетов-партнеров Вы можете на такую более практическую стажировку отправиться И практику вы проходите в обязательном порядке Минимум два раза Вы проходите ее на третьем курсе Вы проходите ее на четвертом курсе А в магистратуре вообще Ну, в магистратуре мы сегодня будем в меньшей степени, да Если только вопросы какие-то из зала будут В магистратуре вообще у нас там аж полгода практика идет И, в общем, те ребята, кто у нас успешно устраиваются на практику Это все-таки абсолютное большинство Обычно уже ребята идут в те компании или хотя бы в ту отрасль, где они собираются дальше работать Наши работодатели, об этом будет дальше слайд Наши партнеры, они уже приглядываются, они присматриваются Иногда уже идут нам даже в деканат запроса Дайте нам хороших ребят, кого можно порекомендовать на ту или иную должность Поэтому какой вывод из этого всего делаем Я все так красиво рассказываю, но вывод из этого один Ему учиться достаточно сложно Надо сразу к этому быть готовым Но интересно И здесь все, я хочу это подчеркнуть еще раз Здесь все зависит от вашего усердия, от вашей усидчивости От тех сил, которые вы вложите в учебу Потому что у нас всегда все очень прозрачно Ваша успеваемость оценивается, понятно, в ходе сессии Понятно, в ходе текущей учебы У вас формируется ваш рейтинг Вот чем выше ваш рейтинг, тем больше дверей перед вами открываются Это касается и практик, и стажировок, и выбора наиболее популярных специализаций И будущем трудоустройства, и участие в каких-то международных и местных мероприятиях Все зависит от вашего рейтинга Рейтинг, на него никак невозможно повлиять, кроме как Вашей, опять же, учебой, вашей общественной жизнью Там, я не знаю, спортом вы занимаетесь, я не знаю, культурной жизнью занимаетесь Или просто учитесь очень хорошо Или как вы ведете научную работу У нас многие студенты уже начинают ее вести Это все будет сказываться на вашем рейтинге И здесь, на мой взгляд, достаточно такая интересная и, в общем, справедливая система выстроена По поводу наших партнеров Здесь некоторые Я сразу хочу сказать, что иначе бы там у нас в первой версии было вообще, по-моему, три слайда Но мы решили все-таки ограничиться неким одним Значит, это партнеры факультета МЭО, с которыми мы активно работаем Это не просто где работают наши выпускники Хочу сразу оговориться, потому что сюда налепить можно чего угодно Это именно те из наших коллег, с кем у нас подписано соглашение непосредственно Те из вас, кто след за сайтом ГИМУ, видишь, что факультет МЭО Мы очень активно подписываем соглашение о сотрудничестве Вот с российскими, зарубежными, международными организациями, институтами и прочее Потому что мы крайне заинтересованы Опять же, повторюсь, поскольку мы такой практикоориентированный факультет Мы крайне заинтересованы в том, чтобы представители компании и организации, которые вы видите на слайде Чтобы они читали у нас лекции, вели семинары, брали наших детей на практики стажировки Чтобы у нас с ними какое-то взаимодействие Не какое-то, а достаточно активное было взаимодействие Участвовать в наших мероприятиях Сейчас мы активно занимаемся вопросом практикоориентированных защит То есть, когда вы выпускную работу делаете вместе с работодателем сразу То есть, это достаточно интересный процесс Это что касается тех коллег, с кем мы непосредственно очень активно взаимодействуем Ну и второй слайд, это именно организация Эта организация, вы видите, здесь тоже я не буду перечислять Все эти значки достаточно для вас знакомые Это международная организация, это российские ведомства, институты и организации Это, опять же, те коллеги, с кем мы очень активно работаем Кто у нас либо в учебном процессе занят, либо наши ребята там активно работают Ну, подробнее останавливаться не буду Я думаю, что, в общем, результаты на наши выпускники, они достаточно известные люди Вот, в общем, это говорит само за себя Теперь с большим удовольствием хотел передать слово Путинцеву Игорю Сергеевичу Помощнику проректора по учебной работе И ответственному секретарю приемной комиссии Игорь Сергеевич, прошу вас Большое спасибо, Олег Борисович После вашего содержательного выступления у меня не так много остается того, что рассказать Я хотел бы рассказать о некоторых особенностях проведения приемной кампании Прием документов начинается 20 июня Продолжается в течение трех недель до 12 июля На основную программу В рейдинг документы можно подавать чуть дольше До 25 июля Но основной период с 20 июня по 12 июля Подавать документы можно хоть здесь, в приемной комиссии Хоть дистанционно Но мы настоятельно рекомендуем всем В духе времени Ну и потому что это намного более удобно Подавать документы дистанционно Приезжать для этого в институт не надо Нужно воспользоваться электронным сервисом на сайте университета Там вы заполняете одно единственное заявление Где указываете и все программы, на которые вы хотите поступать И все формы обучения Если хотите и на бюджет, и на договор То вы там помечаете и бюджет, и договор Все программы и направления подготовки На которые вы хотите поступать Когда заканчивается период приема заявлений Начинается экзаменационный период Экзамен по иностранному языку проходит в период с 14 июля по 17 июля Можно сдавать на выбор 6 языков Но только один из этих 6 языков можно у нас сдавать Это те языки, по которым есть ТГ Английский, французский, немецкий, испанский, китайский языки А также, если у вас есть оценка в аттестате То вы можете также сдавать ДВИ по японскому языку Экзамен по иностранному языку необходимо для дальнейшего участия в конкурсе Сдать не менее чем на 60 баллов Экзамен по иностранному языку сдается по тому языку За исключением японского языка По которому вы сдавали ЕГЭ То есть это должен быть один и тот же комплект Английский два раза или французский два раза Также хотел бы остановиться подробнее на некоторых льготах и баллах Дополнительно, которые можно получить Кроме того, что уже Олег Борисович озвучил Массовым индивидуальным достижением Самым массовым индивидуальным достижением Является наличие золотой медали За нее вы дополнительно получаете 4 балла За аттестат с отличием И также вы можете получить 100 баллов за результаты заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по русскому языку и по иностранному языку Данные льготы не требуют подтверждения результатами ЕГЭ Если у вас, например, есть 2 или 2 или 3 диплома А у нас бывает случай, что и 6 бывает дипломов заключительного этапа Всероссийской Олимпиады То каждый следующий диплом тоже учитывается За первый диплом вы получаете 100 баллов Например, по русскому языку или по иностранному За второй диплом, третий, четвертый Еще 2 или 3 балла 3 балла, если победитель 2 балла, если призер Когда объявляются результаты экзамена по иностранному языку Это ориентировочно где-то обычно бывает 23-24 июля Начинается этап зачисления В рамках зачисления приемная комиссия Ежедневно формирует и размещает на сайте университета Конкурсные списки ранжированные Если вы увидите себя в этих списках С пометкой «Рекомендован к зачислению» Либо если вам позвонят из приемной комиссии Это значит, что вы можете приехать в институт Здесь уже потребуется лично приехать Потому что вам необходимо будет передать оригинал аттестата Оригинал вашего аттестата и заявление о согласии на зачисление Таким образом, вам не потребуется посещать университет На этапе подачи документов первоначально Но на экзамен и на зачисление Все-таки необходимо будет найти возможность приехать На этом у меня все Я буду рад ответить на ваши вопросы Благодарю за внимание Спасибо большое, Игорь Сергеевич Друзья мои, есть предложение вопроса оставить на конец Мы сначала выслушаем все выступления Чтобы сейчас, так скажем, волну не сбивать Пока запишите или запомните те вопросы, которые могут быть И я с удовольствием передаю слово Ирине Анатольевне Богдановой Которая расскажет о некоторой специфике проведения ДВЕ Дополнительное ступительное состояние в этом году Прошу вас Спасибо большое, Олег Борисович Я расскажу о формате экзамена по английскому языку Который будет действовать в этом году Вступительный экзамен традиционно проводится В виде письменной экзаменационной работы Которая оценивается по 100-бальной системе В этом году в работу входит 6 заданий Первое задание проверяет знание лексики английского языка Вам предлагается связанный текст В котором пропущено 15 лексических единиц Для каждого пропуска предоставляется 4 варианта ответа Из которых только один является правильным Вам предлагается выбрать букву, соответствующую правильному ответу И вписать ее в прилагаемый к тесту бланк ответов Это то, что касается первого задания Ну, соответственно, за 15 правильно заполненных пропусков Вы получаете 15 баллов, за 14-14 и так далее Второе задание направлено на проверку знаний лексики и грамматики английского языка Вам также предоставляется связанный текст В котором вам нужно восполнить пропуски словами Принадлежащими к разным частям речи Артиклем, предлогом, местоимением, именем существительным Именем прилагательным, глаголом и так далее Слово должно быть единственным, которое подходит по смыслу в данном контексте И также соответствовать грамматическим нормам английского языка За это задание максимум 30 баллов Логика выставления баллов такая же И, соответственно, все слова, которые вы вписываете в пропуски Вы должны будете перенести на бланк ответов Далее, третье задание Третье задание проверяет знания предлогов английского языка Из предлагаемого списка предлогов Вы должны выбрать один И восполнить им пропуск в соответствующем предложении Всего 15 баллов за это задание Далее Четвертое и пятое задания Это multiple choice Традиционные задания, которые проверяют В четвертом задании Умение распознать в структуре стандартного английского предложения Грамматический верный ответ Из четырех предложенных А в пятом задании Вам предлагается распознать в структуре стандартного английского предложения Ошибку Соответственно, 10 баллов за четвертое задание 20 баллов за пятое задание Соответствующую букву также нужно будет внести в бланк ответов И последнее, шестое задание Проверяет понимание содержания прочитанного Вам предоставляется связанный текст По содержанию текста заданы 10 вопросов К каждому из 10 вопросов Опять-таки, 4 варианта ответа Это multiple choice Соответствующую букву Мы просим вас занести в бланк ответов Вы, наверное, заметили, что в этом году Тест сопровождается бланком ответов И юридическую силу будет иметь именно бланк ответов То есть экзаменатор будет проверять те ответы Которые вы внесли в бланк Соответствующие ответы для этого места Поэтому вы задание выполняете в тесте И переносите после выполнения всего теста Или после выполнения каждого задания Наверное, более разумно это делать После выполнения каждого задания И потом проверить Все, у меня все Спасибо Я также отвечу на ваши вопросы Если они возникнут после завершения Спасибо, спасибо большое, Ирина Антольевна Мы тогда единственное попросим Максимально быстро разместить Эту новую информацию на сайте Чтобы не избивал, что поступают вопросы И вот вчера были на почту вопросы Чтобы ребята могли Мы с СМС посмотреть на обновленный формат Спасибо большое Теперь с удовольствием передаю слово Марине Екатерине Дмитриевне Которая расскажет о конкурсе Наука для жизни, пожалуйста Добрый день, я расскажу о конкурсе Предпрофессиональных умений Конкурс предпрофессиональных умений Проводится в рамках городской Открытой научно-практической конференции Наука для жизни В целях проверки предпрофессиональных знаний И умений учащихся По соответствующему направлению подготовки ГИМО уже второй год подряд Участвует в данном мероприятии И проводит практический этап конкурса По направлению экономика Конкурс состоит из двух этапов Теоретический этап проводится На базе Московского центра Качества образования И практический этап Проводится на площадке ГИМО Начиная с завтрашнего дня И по 19 марта Мы открываем цикл мероприятий По подготовке к прохождению Теоретического и практического Этапов конкурса Для того, чтобы принять участие В мероприятиях по подготовке к конкурсу Необходимо пройти регистрацию На сайте МГИМО В разделе объявления Или в разделе абитуриенту Также на сайте МГИМО Сегодня в течение дня На сайте МЦКО Будет размещена инструкция По регистрации непосредственно на конкурс Регистрация на конкурс Будет осуществляться на сайте МЦКО В период с 22 по 28 февраля Сам конкурс будет проведен В период с 9 марта по 20 апреля По итогам будут выявлены Призеры и победители К призерам будут относиться Учащиеся, которые получат От 61 до 79 баллов По итогам прохождения Обеих этапов конкурса И к победителям будут Относиться учащиеся Которые получат От 80 до 100 баллов Все победители и призеры Получат дипломы В соответствии с правилами приема Гемомет России в 2021 году Победители и призеры получат Дополнительные баллы В качестве индивидуальных достижений Призеры получат 7 баллов И победители получат 10 баллов В прошлом году из 150 учащихся Которые непосредственно Принимали участие в сдаче И теоретического, и практического Этапов конкурса 87 учащихся положительно Справились с В прошлом году это был экзамен Теперь в этом году Это уже конкурс Так что приглашаем Учащихся 11 классов Принять участие в конкурсе И проявить свои аналитические способности А также знания в области Международных экономических отношений Спасибо Спасибо большое, Екатерина Дмитриевна Так, завершая нашу Основную часть На слайд Мы вывели контакты Коллеги, это наши телефоны По которому мы В общем реально отвечаем Реально готовы В общем вам как-то помочь Если вдруг вы там Что-то не допоняли Не дослышали Или будут вопросы ближе туда К непосредственно приемной кампании Приглашаем вашу Нашу страничку в инстаграме Там мы публикуем Ну не могу сказать Что прям все подряд Что происходит в куртете Но какие-то самые основные вехи Мы там отражаем Или пишите нам, пожалуйста На почту На которую мы также регулярно отвечаем Почту просматриваю в том числе Лично я Поэтому соответственно У нас ни одно обращение Не остается без внимания Поэтому Ну будем надеяться Что мы с вами еще Увидимся туда ближе К приемной кампании Я так понимаю Что еще будут проводиться Похожие форматы Весной Поэтому сейчас Даты конечно назвать Нельзя Пока рановато Но еще увидимся И что-то может быть Какие-то накопятся вопросы Но опять же Если какие-то будут После того как мы сейчас На них ответим Просим вас Обращаться По По этому адресу Коллеги Значит Вот сразу Перед тем Как перейти к вопросам У нас Как я уже говорил Поступили некоторые вопросы По почте И вот я Опять же Сделал Большую шпаргалку Тут большинство вопросов Касается языков Об этом мы сейчас поговорим И ответим на ваши вопросы И очень много вопросов Идет относительно Как готовиться Собственно говоря По подготовке По так называемым Давузовским формам У нас здесь присутствует Петрова Анжелика Александровна Которую вот мы попросим Только очень кратко Рассказать Об этом Чтобы просто снять Целый большой блок вопросов Для скорости Анжелика Александровна Прошу вас Только кратенько Спасибо Да да конечно Прежде всего хотелось бы Приветствовать всех присутствующих Добрый день Уважаемые коллеги Уважаемые гости Присутствующие в зале Безусловно Изменение какого-либо плана В формате вступительного испытания Актуализирует вопрос Подготовки к нему В связи с чем Мы готовы сообщить Что на факультете Давузовской подготовки Который успешно функционирует Уже на протяжении Более 25 лет Реализуется широкий спектр Программ для абитуриентов В частности С 12 февраля Стартует курс интенсивной подготовки К ДВИ по английскому языку В новом формате Кроме того В течение каникулярной программы Которая реализуется в конце марта И в ходе консультационного курса Который реализуется в начале июля Непосредственно перед проведением Вступительных испытаний Абитуриенты получают Дополнительную возможность Систематизировать знания О грамматических явлениях И структурах Расширить лексический запас А также пройти тестовый тренинг В новом формате Учащихся Восьмых, девятых и десятых классов Мы готовы пригласить К участию в летней языковой школе А также К участию в одногодичных И двухгодичных программах обучения По подготовке к поступлению в МГИМО Особое внимание Хотелось бы заострить На возможности поступить На курсы редких и восточных языков Учащихся девятых классов Если здесь присутствуют Такие учащиеся Пожалуйста, мы вас приглашаем Обучаться на курсах редких и восточных языков С нулевого курса С тем, чтобы вы потом После поступления на Бакалаврскую программу На факультете международных Экономических отношений Могли бы продолжить изучение Японского языка Кстати, 19 февраля На факультете проводится Фестиваль восточных языков И мы с удовольствием Приглашаем учащихся Восьмых, девятых классов К посещению данного мероприятия Я думаю, будет очень интересно Непосредственно получить Информацию лингво-страноведческого плана Студенты всегда подготавливают Очень интересные творческие Выступления И мы подробно расскажем Об обучении Слушателей И их подготовке С японским языком С тем, чтобы поступать На факультет международных отношений И сдавать японский язык В качестве дополнительного испытания Если какие-то вопросы Дополнительные у вас возникают Пожалуйста Мы попросили наших сотрудников Раздать информацию На таких флайерах Я думаю, вы их уже получили Здесь указан телефон И электронная почта Какие-то подробности Вы можете запросить По электронной почте Либо позвоните Наш методист с удовольствием Вам ответит на все вопросы Учебная литература Используется именно так Которую разрабатывают Преподаватели языковых кафедр Она всегда очень актуальна И, безусловно, в учебном процессе Используется тренировочный комплекс С февраля месяца Это уже новый формат Вступительного испытания О котором вам рассказала Очень подробно Моя коллега Ирина Анатольевна Спасибо за внимание Спасибо большое Итак, переходим к самой важной части Нашей сегодняшней встречи Прошу ваши вопросы Какие есть Если есть В зале стоят микрофоны Пожалуйста, вы можете Параллельно Параллельно я вот Подсоединен Получаю Вот у нас же идет Онлайн-трансляция Соответственно, на телефон Я получаю вопросы Которые поступают Коллеги, ну пока Если Никто пока у нас не собирается Идти к микрофону Я тогда Некоторые вопросы Хотел бы осветить Которые поступили по почте И которые сейчас К нам поступают Первым Продолжая, кстати Вопрос по языкам Насколько учитывается Желание студента При распределении по языкам Ну как я говорил Здесь, кстати У факультета МЭУ Есть очень большой плюс На фоне наших коллег Потому что мы Здесь не связаны Какими-то жесткими обязательствами Например, с Министерством Иностранных дел В плане языковой До подготовки То есть Некий заказ На определенного выпускника Поэтому здесь Мы даем Достаточно большую свободу Нашим студентам По выбору языка Как это технически происходит Когда вы подаете К нам документы Мы вас всегда просим Дать нам Такую, в общем, пометочку Какие бы иностранные языки Вы хотели изучать В качестве первого И второго языка Ну Не знаю В 99% случаев Вы получите Именно ту комбинацию Мы всегда стараемся Идти навстречу В этом году Вот уже об этом было Сказано В этом году У нас из таких Ну условно необычных Языков У нас японский Снова язык Причем японский Как продолжающий Так и начинающий То есть если вы Хотите его изучать с нуля И до этого не изучали Пожалуйста У вас будет такая возможность Уже несколько лет подряд Мы открываем группы Естественно по китайскому языку Причем спрос на китайский язык Он растет У нас Опять же есть же группы продолжающие Есть группы начинающие Ну и по сути по всем языкам Такая картина То есть у вас есть возможность В зависимости от вашего уровня знаний От ваших желаний Какой важный момент Который есть в НГИМО И на нашем факультете В том числе Момент первый Из двух языков О которых я сегодня уже не раз говорил Один всегда будет английский То есть Либо он у вас первым языком Со второй у вас будет какой-то еще Либо если у вас первый Какой-то еще язык То соответственно Второй Будет английский язык То есть вот это вот Ну понятно что за экономист международник Без знания В общем основного языка Английского мирового Поэтому вот это вот такое Вот важное условие Пожалуйста помните о нем Но еще раз говорю Если вы поступали в мир с английским языком Совершенно не значит Что вы не можете попросить себе Условно первый Не знаю там Французский Или немецкий Или испанский Или какой-то еще Если у вас есть такое желание Пожалуйста По поводу языковых комбинаций Они могут быть почти любые Я имею ввиду первый и второй язык Но понятно что наиболее востребованные Это классические комбинации Это обычно европейские языки Английский, французский Английский, немецкий Английский, итальянский Или в обратном То есть сначала Там условно французский Потом английский Значит какие языки есть На факультете МЭО Все европейские основные И вот плюс Как я уже говорил Китайская, японская Ну и дальше Третий, четвертый И прочие языки Вы можете брать Практически любые Практически любые Какие захотите Бывают достаточно редкие Дальше поступают вопросы Друзья мои Я пока отвечаю на вопросы Если есть Подходите к микрофону Не стесняйтесь Я пока буду тогда отвечать На вопросы Которые поступают Онлайн Почему в этом году Убрали ГТО Как способ получения Дополнительных баллов Ну убрали не мы Да, Игорь Сергеевич Прокомментируйте Пожалуйста Это не решение МГИМО Мы раньше начисляли За ГТО Один балл А теперь по федеральным Правилам Один балл нельзя начислять Нужно начислять В любом случае Больше баллов И поэтому Баллов не будет За ГТО Спасибо большое Значит еще два вопроса На взгляд очень важные Первый вопрос Формат ДВИ Поменяли Именно по английскому Что именно поменяли Ну что именно Мне кажется Было подробно отражено Мы не будем здесь повторять Да, еще раз напомню Будет выложена Обязательно новость На главной странице МГИМО Где будет запись Нашей сегодняшней С вами встречи Так что не волнуйтесь У вас будет возможность Все еще раз посмотреть Или опять же Вот пожалуйста Нам напишите Позвоните Мы оперативно Вам дадим консультацию Если вдруг что-то сейчас Может быть не очень понятно Что именно поменяли Мы отразили По каким материалам готовиться Ну я так понимаю В обновленной программе Все это будет Плюс то, что говорила Анжелика Александровна Значит Насколько я понимаю По другим языкам А именно там немецкий И французский Какие-то еще Сдаются языки Формат остался Как в прошлом году То есть там есть перевод Того, чего нет у нас В этом году На английском В английском Да, вот такой формат Вот поэтому Обратите внимание Что требования Слегка отличаются Между английским И другими языками Пожалуйста Вот у нас к микрофон У нас стали подходить Прошу вас Здравствуйте Скажите пожалуйста Конкурс Для получения Дополнительных баллов Может ли Учащийся из других регионов Принимать в нем участие Да По информации Полученной Из Московского центра Качества образования В этом году Учащиеся из регионов Имеют право Принять участие В конкурсе Регистрация Осуществляется На сайте НЦКО Спасибо У меня еще один вопрос Уже не про конкурс Скажите В связи с изменениями Формата ДВИ На какую часть Языка Стоит в большей степени Уделять внимание При подготовке Спасибо за вопрос Я не думаю Что я могу с точностью Ответить На какую именно Часть языка Потому что мы проверяем При вступлении Общий уровень Владения языком Поэтому Как вы заметили Все задания Направлены На проверку Лексических И грамматических Навыков Поэтому Здесь в равной степени Вот в том формате Который я описала Я думаю Надо обратить внимание На Лексику И грамматику Потому что Это Язык Ну и разумеется Навык чтения Потому что Это стандартное Стандартное Проверочное мероприятие Которое присутствует В любом Международном экзамене И в нашем Тоже оно присутствует Спасибо Чуть-чуть В дополнение К вашему первому Вопросу На самом деле Это большой бонус Большой плюс В этом году То что Разрешено сдавать Не только Школьников Из московских школ Но и из регионов Поэтому мы вас Очень активно Приглашаем Сдавать здесь На нашей базе Регистрироваться О чем говорили Мои коллеги Вот Поэтому Это правда Хороший шанс Поэтому Подумайте об этом Пожалуйста Прошу вас Здравствуйте Я хочу уточнить По поводу Поступления Если я сдаю ЕГЭ по Иностранному языку На 100 баллов И кроме того Становлюсь еще и Призером Или победителем Заключительного этапа Олимпиады По иностранному языку Что в этом случае Я могу делать Со своей олимпиадой И должен ли я буду Примать части В ДВИ По иностранному языку В ДВИ Вам придется Принимать участие В любом случае Это ваша олимпиада Она влияет Только на результат ЕГЭшный В ДВИ Вы принимаете В любом случае Но если у вас И там И там 100 баллов Вы молодец Я думаю Что у вас Не будет никаких Сложностей Сдать Наш ДВИ И еще Приятный бонус Будет в виде Двух Или трех баллов Если вы призер То 2 балла Если победитель То 3 То есть вы получите За ваш результат Как бы ЕГЭ 103 балла из 100 Спасибо Да, такие бывают ситуации Когда приходят С очень высокими ЕГЭ И бывает баллов больше Пожалуйста Здравствуйте Скажите, пожалуйста Вопрос касается Проведения Предпрофессионального экзамена Можно ли принимать участие Не только на базе Площадки МГИМО Например, финансового университета Или Плехановского университета При проведении практической части Но при этом поступая в МГИМО Да, МГИМО Метроссии Принимает результаты Участия в конкурсе Из трех вузов Вы все вузы правильно перечислили Это финансовый университет Университет Плеханова И, соответственно, МГИМО Метроссии Это три вуза, которые проводят Практический этап по направлению экономика И баллы будут абсолютно Не важно, где ты принимаешь участие Будут считаны везде Главное Принять участие в конкурсе Именно по направлению экономика Потому что, обратите внимание Коллеги, другие вузы Проводят практический этап Не только по экономике Но и по направлению предпринимательства Мы принимаем результаты только по экономике Хорошо, спасибо большое Друзья мои, я предлагаю Сейчас мы вам дадим слово У нас поступают параллельно онлайн-вопросы Будем тогда их как-то перемежать Поступил следующий вопрос Интересно сформулирован Можно как-нибудь поступить без ЕГЭ? Формат ДВИ поменяли по всем языкам? Нет, я только что об этом сказал Что формат ДВИ поменяли только по английскому языку Он самый издаваемый Но только по английскому Остальные языки остались так, как они были в прошлом году Пожалуйста, через какое-то время Посмотрите информацию Которая в разделе абитуриент С учетом обновленной информации по английскому Будет А вот можно ли поступить как-нибудь без ЕГЭ? Попросим ответить Игоря Сергеевича В том смысле, что, как я уже говорил Есть форма международного бакалавриата Есть традиционная форма Игорь Сергеевич, вы лучше меня разбирайтесь Пожалуйста, расскажите, какие бывают еще варианты Если у вас, скажем так, нет ЕГЭ на законных основаниях Условно назовем это так Если вы являетесь выпускником колледжа Если вы аттестат получили за рубежом В каких-то других редких случаях Если вы являетесь гражданином Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана И хотите поступать на равных правах с российскими гражданами То у вас есть возможность сдавать экзамены в традиционной форме То есть вместо ЕГЭ вы сдаете экзамены в традиционной форме Правда, там меняется комплект экзаменов Обратите на это внимание Иностранный язык вы будете сдавать только один раз Но не здесь, а на территории Одинцовского филиала И в качестве четвертого предмета вы будете сдавать общество знания В отличие от 99% других поступающих Ну, такая возможность есть Есть еще одна возможность Если вы поступаете только на договор И у вас есть результаты диплома IB Тогда мы можем пересчитать результаты вашего IB-шного диплома По четырем предметам В соответствии со шкалой перевода, которая у нас есть В последнем приложении к правилам приема Но еще раз повторю, это при поступлении только на договор На бюджет вы в таком случае даже заявку не подаете Спасибо большое, Игорь Васильевич Прошу ваш вопрос Приветствую У меня вопрос касательно военной кафедры То есть правильно ли я понимаю, что по завершении обучения на четырех курсах Я получаю военный билет? На пяти курсах Когда-то, вот в мои годы, когда я учился Да, там хватало нам четырех лет И мы получали офицера запаса А сейчас вы продолжаете обучение еще один год в магистратуре на первом курсе После чего вы, после прохождения сборов военных, вы получаете офицера запаса Все, спасибо большое Спасибо Кстати, военная кафедра, да, это, в общем, еще один большой бонус Еще один большой плюс Если вы будете поступать к нам непосредственно Потому что, обращаю ваше внимание Что наша военная кафедра Военный центр сейчас он называется Готовит военных переводчиков И опять же, я могу даже по своему опыту сказать Я, понятно, не пошел по военной карьере В отличие от всех других мужчин в моей семье Но, тем не менее, вы знаете, навыки военного перевода Как ни странно, они очень мне помогают и сейчас Потому что там достаточно сильная школа подготовки переводчиков Которые, понятно, там терминология военная потом как-то там растворится, забудется Но навыки-то у вас останутся Поэтому вот здесь, я обращаю ваше внимание Что военная кафедра открыта не только для юношей, но и для девушек У нас все растущее количество девушек, которые тоже идут на военную кафедру Вот это имейте в виду, так что есть такие амбиции Сейчас будем перемежать вопросы Сейчас дадим вам слово Следующий вопрос поступает у нас онлайн Имея спортивный разряд Можно ли попасть в сборную МГИМО по определенному виду спорта? Да, можно и даже нужно Мы как факультет будем вам, естественно, помогать Я об этом так скользь упомянул Что у нас... Кстати, очень приятно, что наш факультет считается одним из самых спортивных Даже, может быть, самой спортивной Потому что у нас как-то так сложилось, что учится достаточно большое количество ребят Вот буквально сегодня с утра я общался с нашим мальчиком, четверокурсником Он у нас чемпион по кикбоксингу уже какого-то там мирового уровня То есть какие-то там он уже безумные берет награды Я даже уже перестал следить Ну это один из примеров, разумеется Поэтому, конечно, более того, в МГИМО Я не буду долго останавливаться на этом Когда вы видели какие-то ролики о МГИМО или изучите сайт Вы увидите, у нас прекрасный бассейн У нас прекрасный тренажерный зал Есть дружественный гольф-клуб Есть теннис, есть футбол Есть, в общем, все основные популярные виды спорта Есть театральная студия, есть музыкальная студия Есть научные кружки Опять же, не буду рассказывать долго об этом На факультете у нас действует без преувеличения Международный уже клуб экономический экономикус Который в том числе помогает нашим ребятам Участвовать в международных конференциях Стажировки и практики И участвуют в нас, и встречаются и с послами И с руководителями стран Поэтому здесь, как я уже говорил, самые перед вами широкие возможности Поэтому да, по какому пути вы не шли Творческому, спортивному, научному Открыты перед вами все пути Пожалуйста, прошу вас Да, здравствуйте Я бы хотел спросить как раз по поводу предмета общества знания Вы упомянули, что для поступления необходимо сдавать русский язык Профильную математику и английский Но во многих вузах требует как раз общество знания Такой плавающий предмет, непонятно, он будет учиться в отца Допустим, если я хорошо сдам на конкурсной основе или нет Если вы говорите про поступление в ЕГЭ Нет, на нашем факультете общества знания не нужно У нас иностранный язык, русский язык и математика То есть, как бы я его ни сдал, все равно он не будет учиться Вы можете его сдать Ну, некоторые сдают его дополнительно, скажем, к математике Как некий такой резервный вариант Но не на наш факультет Понятно, спасибо Юсич, прошу вас Я могу еще раз дополнить и пояснить, чтобы никто не пугался слова общества знания Прозвучавшего Хотя людей, которые сдают математику, их, наверное, общество знания не испугать Но общество знания касается только тех абитуриентов, которые поступают, не сдавая ЕГЭ Это вот те редкие категории граждан У них второй экзамен по иностранному языку заменяется на общество знания Для основной массы общество знания не играет никакого значения Не сдаете вы или не сдаете, какой у вас результат, не важно Из такой, что называется, практической жизни могу вам дать совет Вот когда вы сейчас будете готовиться сдавать ЕГЭ Особенно те из вас, ребят, кто сейчас 11-классники, будут поступать к нам уже в этом году Такой дружеский совет Бросить сейчас все силы на подготовку к ЕГЭ Ну, ГДВИ тоже, разумеется Потому что вы, соответственно, вот ваша основа, да, вот из этих максимально 400 баллов Да, основа это все равно 3 ГГ Поэтому вот сейчас все силы бросьте, задумайтесь И, конечно, приносите высокую математику Вот, это важно Хотя, конечно, вот я об этом не говорил в основном в выступлении В отличие от наших коллег, например, из высшей школы экономики, из СИНКи Мы на экономику смотрим, как скажем Не то, что с другой стороны неправильно так будет сказать Но мы не увлекаемся очень сильно математикой, например, в той же Вышке Это, ну, как бы другая просто школа Хотя, конечно, математика есть, у вас будут серьезные математические дисциплины Но, скажем, философию, например, через математику вы изучать у нас не будете Вот, пожалуйста, сейчас, секундочку, дам вам слово, да, продолжаем отвечать на онлайн Вопросы Какой, кстати, очень хороший вопрос Какой проходной балл необходим для поступления с учетом ДВИ? Значит, ну, понятно, что я не смогу сейчас назвать какой-то конкретный балл Потому что каждый год конкурсная ситуация формируется от того, какие абитуриенты к нам проходят Я вас могу условно очень сориентировать по прошлому году Но, опять же, с некоторой важной оговоркой Я хочу напомнить, друзья мои, что в прошлом году не было ДВИ Не было дополнительного вступительного испытания Поэтому я могу назвать баллы, но они будут как бы без одного вот блока, без четвертого, да В прошлом году на бюджет проходной балл у нас, нижний проходной, подчеркиваю, да, на бюджет Составил 284 балла То есть, примерно поделив на 3, вы можете представить, сколько, какие в среднем должны быть ЕГЭ для поступления Но это без ДВИ, еще раз хочу, почему не на 4 делим, а на 3, да, вот этот балл И, соответственно, на договор нижний у нас был 253 Тоже можете поделить на 3, примерно посчитать Но, друзья мои, я вот сразу еще раз хочу сделать важную оговорку, чтобы ее услышали Вот эти баллы, они не значат практически ничего, да, в каком смысле? В том смысле, что год на год не приходится Бывают баллы побольше вы на ЕГЭ, да, бывают баллы поменьше Это не страшно Примерно, вот вы понимаете, да, какие результаты ЕГЭ вы должны принести Пожалуйста Добрый день, у меня вопрос по поводу спортивных достижений Учитываются ли по поступлению, допустим, спортивные разряды или мастер спорта? Нету, да, сейчас? Нет, в чистом виде, как дополнительные баллы не учитываются Но, кстати, вот еще очень важный момент Когда вы будете подавать к нам документы, что я тоже всегда рекомендую нашим абитуриентам Всегда обязательно прикладывать, там будет такой раздел дополнительной информации Вот все, что можете, ну, солидно, естественно, да, прикладывайте Вот разряды, я не знаю, там, победа в конкурсах, там, не знаю, там, победа в конкурсе на лучшего пекаря Неважно, что, в общем, любые практически, которые, да, по вашему мнению, являются серьезными достижениями И почему? Исключительно редко, но бывают случаи одинакового балла Там есть по какому принципу, да, бывают иногда, вот, как раз, когда мы принимаем решение, да, руководство принимает решение Давать ли дополнительные договорные места или не давать В том числе мы опираемся на эту информацию Поэтому решающей она не будет, вот я имею в виду с точки зрения вашего в целом поступления Но обязательно давайте эту информацию, потому что нам тоже, если вы к нам пройдете Нам тоже будет, в общем, приятно и легко видеть ваш сразу профиль И мы, конечно, сможем вам сразу в случае вашего поступления Подобрать какую-то вот интересную для вас программу Здесь уже обучение 4 или на 6 лет, если вы еще в магистратуру пойдете Хорошо, спасибо большое Не за что, сейчас дадим вам слово Значит, здесь некоторые вопросы начинают повторяться Какие направления, об этом было все на слайдах, я, с вашего позволения, не буду Повторяется, вот интересный вопрос Предоставляет ли ВУЗ место для практики всем студентам Или в зависимости от успеваемости студентов Вот здесь надо прояснить этот момент Я говорил, напомню, о стажировках и о практиках Здесь, ну, простите, с автологией практика двоякая Бывает, что ребята сами к нам приходят и говорят Олег Борисович, вот кем, например, очень там вот хочется, не знаю, не знаю почему Там Сиднейский ВУЗ, например, в какой-нибудь условный, я сейчас, наверное, сказал Вот прям вот там у них программа интересная по финансам Вот прям хочу, можете помочь Да, институт в этом случае, если, опять же, хорошо учитесь Если у вас высокий рейтинг и так далее Институт вам поможет, мы готовы Даже если у нас нет с ними прямого соглашения Готовы там соответствующие письма направить, помочь, как-то вас поддержать и так далее Опять же, исходя из того, что все-таки мы считаемся практикоориентированным факультетом Поэтому для нас это очень важно Либо есть перечень, он открытый С сайтом ГИМО, тех организаций, которые открывают некие вакантные места Можете пойти этим путем, просто выбрать из перечня Тут, возможно, самые широкие И, опять же, повторюсь, хорошим нашим ребятам А у нас почти все хорошие, тут даже скрывать нечего Вот, мы, конечно, помогаем Вот, поэтому без практики, без стажировок у нас никто еще не остался Пожалуйста, прошу вас Добрый день, у меня вопрос по предпрофильному экзамену Если возможно, как-то осветить подготовку к этому экзамену Может быть, литературу, которую можно почитать Вообще, из чего он состоит, из каких-то, может быть, тем И вот литература меня интересует больше всего С завтрашнего дня начинаются мероприятия по подготовке К теоретическому и практическому этапам конкурса Поэтому мы приглашаем на эти мероприятия Каждое мероприятие у нас посвящено определенной теме И посетив все мероприятия, вы сможете осуществить подготовку К конкурсу Мы не предлагаем каких-то там прилагательств Особенно специально больших усилий Пожалуйста, у вас есть возможность При интересе абитуриентов к экономике К, собственно, к задаче предпрофа В общем, у вас очень хорошие шансы это сделать Так, сейчас секундочку дам вам слово Значит, продолжают поступать вопросы Вопросы Значит, вопрос у нас следующий Учитывается ли желание студента При распределении по специализациям Вот то, о чем, напомню, был первый слайд Да, учитывается, разумеется Опять же, повторюсь Многое завязано на вашу успеваемость И понятно, что если вы, в общем, учитесь слабо Во-первых, вы, скорее всего, просто не доучитесь до конца Мы тут, конечно, там, крови никто не жаждет И, в общем, но, тем не менее Если вы не осваиваете программу, то мы, конечно, будем с вами расставаться Но, опять же, повторюсь Если вы учитесь хорошо и если все идет замечательно Конечно, вы получите ту специализацию и те языки, которые вы хотите Потому что, опять же, повторюсь Мы вуз не очень большой На факультете И я лично исповедую идеологию того Что мы должны готовить элиту в самом лучшем смысле этого слова Элиту предпринимательства, бизнеса, международных организаций Поэтому, конечно, мы должны вам дать все возможности Максимально себя в том направлении, которое вы хотите осваивать, реализовать И поэтому мы, естественно, будем вам помогать С вашей стороны требуется только хорошая учеба и усердие Пожалуйста Добрый день А сколько по времени мы сможем писать ДВИ в этом году? Как обычно, 120 минут, то есть это два астрономических часа Пожалуйста, ваш вопрос, потому что здесь немножко повторяются у нас онлайн вопросы Я некоторые будут пропускать Я тут брошюрку почитал и увидел в разделе возможностей специализации Такой пункт German Studies Russia совместно с фрайл университет Берлин, Германия Я никогда раньше об этом не слышал Не могли бы вы что-нибудь поподробнее рассказать? Значит, смотрите, у нас на нашем факультете реализуется совместная программа Со свободным университетом Берлина Перевод, да, с немецкого языка Свободный университет Берлин Это наши давние и очень такие крепкие партнеры Реализуется совместная программа для тех ребят, кто изучает немецкий язык Вы, соответственно, поступаете на эту программу Вы посещаете некоторые дополнительные занятия, лекции Встречаетесь с немецкой профессурой И у вас появляется возможность пройти в свободном университетом Берлина Образовую учебную стажировку После чего вы получаете соответствующий сертификат о завершении этой программы Эту специализацию мы рекомендуем ребятам, кто заинтересован в немецком языке Ну или в будущем планировать работать с Германией, в Германии Ну, в общем, как-то свою жизнь с немецкоговорящим миром связать Спасибо Пожалуйста, да Добрый день Я хотела спросить, можно ли учащимся 10 классов принимать участие в подготовке к предпрофильному экзамену? Да, мы не ограничиваем вас в этом праве Пожалуйста, подключайтесь Все мероприятия проводятся дистанционно Поэтому вы можете посетить мероприятия Спасибо Буквально вот когда две недели назад или неделю назад, что-то я уже две недели назад, да, у нас как раз состоялась и такая онлайн-презентация в рамках подготовки к предпрофильному экзамену презентации факультетического клуба И там участвовали в том числе ребята не только из 11 классов, но из более ранних Более того, мы даже вас призываем заранее, в общем, к этому морально и в целом готовиться, потому что это важно, это, как я говорил, это дополнительные достаточно большие баллы Поэтому, в принципе, вам это будет полезно потом для учебы Пожалуйста Добрый день У меня вопрос, относящийся к конкурсу Нужно ли личное участие, допустим, я должен участвовать, находиться в МГИМО или подготовка будет проходить в формате онлайн? Все мероприятия по подготовке, прохождению теоретического и практического этапа в конкурсе проводятся дистанционно на платформе Zoom Вам необходимо пройти регистрацию, вам на почту, на адрес, указанный при регистрации, придет ссылка на конференцию Что касается непосредственного формата проведения конкурса, то пока мы ориентируемся на дистанционный формат с учетом эпидемиологической обстановки Спасибо Сейчас, секундочку, я дам вам слово, еще один, на мой взгляд, интересный поступил вопрос Планирую поступать на МЭО-Рейдинг Хотел бы узнать, это двойная программа Студенты, которые учатся сейчас на втором курсе, поедут ли в Рейдинг в сентябре? Если нет, в каком формате будет проходить обучение? Ну, буквально, опять же, наверное, каждые две примерно в среднем неделе мы, некоторым образом, сверяем часы с нашими коллегами из университета Пока, да, мы планируем, в общем, направить ребят учиться непосредственно в Рейдинг Потому что, ну, понятно, что, как вот верно было сказано, зависит, конечно, все от ситуации с ковидом, с вирусом Но, в общем, пока мы допланируем Вот, так что, вот так, пожалуйста Здравствуйте, есть ли какие-нибудь другие олимпиады МГИМО, которые дают дополнительные баллы при поступлении? Или только наука для жизни? Пожалуйста Эти олимпиады есть, но они вам дадут преимущество не на факультет МЭО На другие некоторые факультеты И еще один вопрос Какую учебную литературу вы рекомендуете для самостоятельной подготовки к ДВИ по английскому языку? Всю литературу мы опубликуем вместе с обновленным форматом экзамена Ну, давайте я здесь просто сейчас вот одну минуту сниму то напряжение, которое возникает вокруг словосочетания «обновленный формат» Если вы следили за форматом экзамена в предыдущие годы, то вы увидите, что фактически этот формат не сильно выменялся Что касается программных требований, они остались теми же самыми Что касается уровня, он остался тем же самым Поэтому, поскольку вы сдаете экзамен не по определенной книжке или по определенному набору книг, а на уровень То, соответственно, вы вольны пользоваться любыми учебниками англоязычными сейчас в основном Или английских традиционных издательств или российских издательств, которые находятся на этом уровне То есть в формате что изменилось? Отсутствует перевод с русского языка на английский, но это вас скорее должно радовать, чем печалить Все остальные задания, если вы посмотрите Вставить пропущенное слово, лексические задания Такой формат был, просто там были отдельные предложения, здесь связанный текст Восполнить предлоги, такой формат тоже был Просто сейчас вам предлагается из определенного списка восполнить эти предлоги Что касается multiple choice, выбрать правильный ответ или найти ошибку Это тоже, ну в какие-то годы этого не было, в какие-то он был, но это тоже не какой-то удивительный формат экзамена То есть в принципе, по большому счету, все осталось более или менее таким же с незначительными изменениями Поэтому и литературу, ну вы можете брать английских авторов, grammar way, любые учебники Virginia Evans Use of English, там первый и второй пункт, любые учебники по подготовке к экзамену FCE Потому что он как раз соответствует уровню B2 То есть, ну и литературу мы, разумеется, вывесим вместе с форматом Спасибо Сейчас, секундочку, вот еще один вопрос, на мой взгляд, просто повторился у нас несколько раз Какие виды второго высшего образования и переквалификации возможны? Опять же, это сейчас не для абитуриентов, может быть, если есть кто-то, кто заинтересован в магистратуре У нас есть, разумеется, несколько программ магистрских, тоже таких достаточно мощных Но сейчас мы не будем на этом останавливаться Хочу просто обратить внимание, что будет отдельно день открытых дверей магистратуры Который будет посвящен уже следующей ступени обучения И, соответственно, там я подробнее расскажу Есть там и русскоязычные, и иностранные магистратуры с возможностью, опять же, поехать за рубеж Но пока вот на уровне бакалавриата, это, я думаю, не будем на это время тратить Пожалуйста Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в случае, если абитуриенты набирают на какое количество баллов То по какому предмету судят, кого зачислят? Игорь Сергеевич, напомните, там математика сначала По ДВИ, первым идет ДВИ, а дальше уже другие ИГА Дальше по ЕГЭ, да Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а учитываются ли дополнительные баллы абитуриента При заключении договора на платной основе? Поясните, пожалуйста, вопрос, что вы имеете в виду? Ну, условно говоря, вот если у абитуриента есть... Будет ли меньше сумма по договору, вы это имеете? Нет, не уменьшить сумму, они учитываются, потому что просто, я знаю, в высшей школе экономики дополнительные баллы не учитываются То есть только сумма ЕГЭ и там дополнительных стабильных испытаний Нет, смотрите, значит, еще раз давайте Именно на платной основе Услышал, значит, смотрите, как вот я называл баллы, вы, наверное, услышали, да, что разница в баллах есть В общем, она, но она не супербольшая, да То есть поэтому здесь, что важно понимать, если вы к нам проходите по договорным баллам, с учетом всех дополнительных баллов и прочее, ну, вы, известно, заключаете с нами договор и вот То есть в чистом виде они никак не повлияют Они повлияют, поступите вы или не поступите И все, только на это Вот Другой вопрос, что вот у нас есть представитель договорного отдела Бывают случаи, бывают, что иногда... Иногда... Там у нас оплата идет сначала по семестрову, да, вот Идет оплата у нас по семестрову, да, то есть как бы если вот есть необходимость И, конечно, если вы там хорошо учите, всякая бывает в жизни ситуация, там, семейное какое-то обстоятельство Ну, придете к нам, вот будем как-то смотреть Но это, еще раз говорю, вот ваше непосредственно на поступление? Нет Спасибо Пожалуйста Здравствуйте, а можно еще раз, пожалуйста, уточнить про второе задание? В ДВИ, а там будет дан выбор слов? Нет, во втором задании выбора слов не будет дано, то есть там будут просто пропуски И вы должны будете их самостоятельно восполнить тем словом и в той грамматической форме, в которой вы сочтете это нужно А можете повторить еще раз там артикли? Ну, там может быть любая часть речи, то есть это артикль, предлог, местоимение, имя существительное, имя прилагательное Глагол вам нужно будет выбрать слово в соответствующей части речи и соответствующей форме Такой формат есть вовсе, close gaps, ну, то есть это одно из стандартных заданий в международных экзаменах Поэтому, ну, таких упражнений много и вы можете их найти и попрактиковаться Спасибо Коллеги, у нас продолжают поступать онлайн-вопросы, здесь некоторые очень хорошие, на мой взгляд Можно ли взять в УЗИ список дисциплин, изучаемых на факультете? Да, в общем, как и везде, вы можете зайти на сайт НГИМО, выложены учебные планы по всем факультетам, по всем нашим программам Так что, пожалуйста, вы можете это все найти, посмотреть, это никакая не секретная информация Пожалуйста Здравствуйте, еще хотел уточнить по поводу ДВИ Больше не будет задания, где глагольные скобки, где именно глагол дан, чтобы его поставить в нужную форму? Какой глагол еще раз? Будет ли еще раз задание, где глагол стоит в скобках и нужно его выполнить в реальном времени? Нет, не будет перевода и не будет задания на раскрытие скобок Вот в этом году новый формат, где нужно будет вставить самостоятельно слово Все, спасибо Еще один вопрос, касающийся ДВИ В этом году ДВИ будет проводиться в очном формате Как можно получить демонстрационный вариант? Но это я сразу скажу, вот опять же, когда будет выложен новый формат, там будет демонстрационный вариант, который сможете изучить В очном формате, я так понимаю, планируется проведение ДВИ Но если будут какие-то ограничения, будут внесены соответствующие корректировки Но пока мы ориентируемся на очный формат Игорь Сергеевич, помогите здесь на следующий вопрос ответить На сколько одновременно направлений можно подавать документы? На четыре направления На четыре направления, спасибо Обучение на программе двух дипломов подразумевает ли сдачу каких-либо экзаменов перед обучением в Англии? Тоже, кстати, очень хороший вопрос По завершению двух лет у вас это будет прописано в договоре Формат договора пока финально не утвержден на текущий год В старых так было Да, мы от вас требуем определенный уровень IELTS И, соответственно, ну естественно отсутствие долгов по вашей текущей Отдельных каких-то специальных сдачи экзаменов не требуется Ольга Семеновна, хотели бы что-то добавить? Нет? Хорошо, спасибо Сейчас, коллеги, вы очень просто такие обширные вопросы, длинные Я сейчас пытаюсь вычленить, ответили мы на это уже или нет Так, в чем различие двухдипломного и однодипломного факультета? Ну не факультета, различаются программы, да, внутри одного И есть ли разница в изучении английского языка на факультет? Так, не путаем, да? Факультет один, самый лучший Факультет МЭО Вот, внутри есть два варианта бакалавриата Бакалавриат четырехлетний и бакалавриат два года здесь, два в Великобритании Значит, я уже, по-моему, об этом говорил Теперь я повторю еще раз Дипломы ничем не отличаются с тот диплом, который получаете МГИМО Вот тот диплом по экономике, который вы получите по итогам четырех лет И тот диплом, который вы получите по итогам четырех лет, два года здесь, два в Великобритании У вас будет тот же самый Потому что программы, мы очень так скрупулезно их сводили чтобы было одно качество, одни и те же компетенции и так далее. Поэтому никаких там приписок или, наоборот, чего-то исключено не будет. Пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, я правильно понял, что военную кафедру в рамках бакалавриата закончить невозможно? То есть нужно год потом магистратуры, чтобы получить военный билет? Фактически да. Теперь такие требования. Это офицерам, ни рядовым, ни кем в пределах бакалавриата невозможно. Я не знаю, на кого сейчас посмотреть в зале. Могу просто ошибаться. Насколько я помню, по завершению четырех курсов, по-моему, это приравность к сержантским курсам. Но давайте я сейчас, я очень боюсь вам сейчас сообщить не ту информацию, чтобы потом вы не сослались на то, что у меня с трибуны. Поэтому вам просьба какая будет? Мы позвоним, уточним. Позвоните или напишите, мы выясним в военно-учебном центре. По-моему, вот такая система. Это связанный с этим вопросом. Если человек закончил бакалавриат, потом, допустим, по программе двух дипломов, и потом он возвращается в Россию. То есть, каким образом здесь решаться будет вопрос? То есть, он должен у вас магистратуру продолжать или где-то можете ее продолжать? Смотрите, значит, на совместную программу с университетом Рейдинга военные кафедры не предполагаются. Кстати, спасибо, что вы задаете вопрос. Не предполагается военные кафедры, потому что вы будете два года обучаться в Великобритании. За границей. Вот. Там военные кафедры нет, но продолжить, отвечая условно второй часть вашего вопроса, продолжить обучение после завершения бакалавриата, вы можете вернуться в Россию, вы можете остаться в Великобритании, вы можете поехать в Европу. Все понятно. Потом вопрос такой, вот вы сказали, что проходные баллы, там вы назвали, бюджет 284 в прошлом году, три экзамена, договор 253. Это касалось и МЭУ, и Рейдинга. На Рейдинге нет, на Рейдинге баллы, я сейчас даже не помню сходу, какой был балл. Балл был пониже на Рейдинге. Я хочу обратить внимание, что в прошлом году мы набрали побольше ребят, чем 12, я уже об этом и оговаривался, потому что так было согласовано с Великобританией, 12, это контрольная цифра, которая обеспечивает экономическую эффективность программы, поэтому он был не намного ниже, я сейчас точно не вспомню. Баллы там примерно похожи. Примерно такие, да. Но опять же, повторюсь, главный, наверное, плюс и главная особенность – это отсутствие ДВИ. Поэтому вы можете сдать ДВИ, если вы чувствуете необходимость пойти на Рейдинг или выбрать между меня программ, выбирайте, какой считаете нужным. Или если вы вообще не сдаете ДВИ, потому что вы идете на факультеты, нет дверей, которые будут после сегодняшнего дня, да, но при этом подумайте, пойти к нам, и у вас есть математика ЕГЭ, пожалуйста, мы вас пригласим. Потом вопрос такой, я правильно понял, что на МЭО набирается 155 человек в год и всего лишь 12 на программы двух дипломов? Ну, по контрольным цифрам совершенно верно, да. Как я говорил, иногда, очень редко бывает некоторое увеличение только договорных мест, бюджетные места не увеличат, ну, это по понятным причинам. Ну, понятно, да. Но на основную программу, это в каком-то минимальном просто пределе, на Рейдинг, все по заказованию с Великобританией, тоже там может быть некий люфт, но тоже небольшой, да, в целом все правильно понимается. А какой конкурс вот на Рейдинг был и был ли он вообще в прошлом году? Был, у нас туда заявлений было очень много, и опять же, я сейчас в абсолютных цифрах вам так точно не скажу, я просто, ну, не помню даже навскидку. Ой, Ольга Семеновна, не поможете, там сколько человек на место у нас было? Ну, понятно, там люди пересекаются, кто подает и к нам, и на Рейдинг. Ну, примерно, сколько там человек? Да. Ну, то есть, когда вы будете смотреть во время приемки вот баллы, да, и, кстати, хочу обратить внимание, что МГИМО в целом, на нашем факультете в частности, мы всегда очень оперативно обновляем информацию на сайте. Мы там в зеленые волны, красные волны, розовые волны, у нас этого ничего нет, вот, вы видите, как опускается балл, да, по мере заполнения, я считаю, да, абитуриентами, и вы, в общем, можете это легко отследить и все это увидеть, вот, поэтому у вас цифры там, скажем, условно, там на Рейдинг, по-моему, вот, там типа 22, что у нас было максимально, сейчас заговорили, я вспомнил, человек, конечно, они должны вас пугать, это люди, которые где-то пересекаются, кто-то пойдет, извините, кто-то пойдет, кто-то там, да, останется, но в целом, вот, по проходным баллам примерно было вот схоже с нашим договором на обычную программу. Понятный, последний вопрос у меня будет, значит, по программе двух дипломов, там специализация вот этого третьего, четвертого курса, это те же восемь специализаций, что на МЭО, или там свои специализации? Нет, не совсем, смотрите, значит, там, ну, вот, когда мы запускали эту программу, предполагалась финансово, финансово-банковская специализация, это, в общем, следует за название программы, да, сейчас вот непосредственно, прям, что называется, вот в эти дни мы ведем переговоры с коллегами из Рейдинга, они готовы открыть несколько еще специализаций внутри, в рамках вот того, что предлагает экономический блок университета Рейдинга, там у нас менеджмент-блок, Ольга Семеновна, опять помогайте мне. Когда я сейчас вам попросил, можно вот попросить, передать микрофон, чтобы все не кричало, спасибо. Спасибо. Я, извините, представлю вас сначала, Ольга Семеновна Винокурова у нас курирует непосредственно нашу совместную программу с Рейдинга, поэтому я к ней, видите, постоянно обращаюсь, и она непосредственно ведет сейчас такие тактические переговоры с нашими партнерами. Ольга Семеновна, прошу вас. Я тогда начну с двух дипломов. Первый диплом будет выдан нашим выпускникам по направлению подготовки экономика, это обычный диплом факультета международно-экономические отношения, а второй диплом, который наши выпускники получат в университете Рейдинга, это будет Бэчл оф Сайенс инфайненс. То есть вот это получается диплом по финансам. В России нет возможности выдать бакалаврский диплом по финансам, таким образом здесь мы тоже опережаем наших конкурентов, которые предлагают программы двойного диплома, но в России. И Бэчл оф Сайенс, чем он отличается от Бэчл оф Ад? Тем, что модули проходят очень глубоко, и по сути третьи-четвертые годы обучения, все модули так или иначе связаны с финансами, то есть там нет уже каких-то отвлечений на другие направления. И вот то, о чем говорит Олег Борисович, сейчас нам наши коллеги предлагают дать больше возможностей нашим студентам выбрать между бэнкинг, например, инвестмент и так далее. Но все равно это все около финансовой дисциплины. Понятно, ясно. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас перед тем, как дать вам слово, я поступаю, да, много поступило вопросов, я тут даже уже немножко теряюсь, честно говоря. Сейчас попробуем. Сколько действует результаты конкурса предпрофумений? Подскажите, пожалуйста. Или они год в год у нас идут? Учащиеся 11 класса текущего учебного года сдают предпрофессиональный экзамен, да, как раньше это было в этом году, это конкурс предпрофумений. И мы учитываем результаты текущего года. То есть один год они действуют. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Арман. Благодарю вас за рассказанную информацию о факультете. У меня возникло два вопроса. Первый насчет рейтинга студентов. Вот вы упомянули активную общественную жизнь, культурную жизнь. Хотелось спросить, что вы под этим предполагаете, какие примеры можно выделить? Смотрите, значит, как я уже говорил, основа вашего рейтинга – это ваша успеваемость. То, как вы сдаёте зачёты, экзамены, понятно. Есть система начисления дополнительных баллов. Что сюда входит? Научная работа, конференции, статьи, какие-то выездные мероприятия. За это дополнительно начисляются баллы. Культурная работа – это театр, я уже говорил, там наша музыкальная студия, что-то ещё какая-то. Волонтёрская работа. У нас МГИМО, наверное, знаете, один из таких ведущих вузов в плане волонтёрской деятельности. Наверное, не было ни одного большого международного мероприятия, где наши волонтёры в первых рядах не были. Здесь ведётся очень большая работа. Вот, соответственно, за спортивные успехи, за какие-то. То есть это даётся дополнительные баллы к вашему текущему рейтингу. Ещё раз повторю, разумеется, основа основ у вас – это успеваемость. Если вы суперспортсмен, научитесь на минимальный балл 60, ну, ваше достижение вам чуть-чуть скорректирует оценку, но это не сильно вам поможет. Ну, опять же, повторюсь, таких у нас особых-то и нет, ребят. А если вы спортсмен, общественник, я не знаю, там, поёте, танцуете, то у вас балл близко к 100, и, опять же, повторюсь, перед вами все двери открыты. Спасибо. И второй вопрос насчёт военной кафедры. Сколько занятий, сколько дней на это уделяется вот в неделю? Значит, в неделю у вас один в расписании учебный день – это военная кафедра. Сначала у вас общевойсковая подготовка, где основы военного дела, изучаете потом, с второго года у вас начинается военный перевод. Целый день вы в нашем военно-учебном центре проходите такое вот специфическое военное обучение. Спасибо. Ну и предполагается, как я уже говорил, потом выезд непосредственно на какие-то практические стрельбы, вот на эти вещи. Сейчас, секунду, дам слово, давайте ответим дальше. На онлайн вопрос. Можно ли после окончания Дня открытых дверей пройти в аргумент, это наш книжный магазин, да, и купить нужную для подготовки литературу? Ну, видимо, вопросы зала это всё-таки, я так понимаю, судя по всему. Значит, вот коллеги, это вот те книги, да, которые продавались у нас на входе в зал, коллеги продолжают работать, так что после ДВИ, пожалуйста, если что-то захотите купить, приобрести, пожалуйста, да. Здравствуйте, у меня два вопроса. И первый, существует ли бюджетная форма на обучении на двудипломной программе? Ещё раз, извините. Существует ли бюджетная форма обучения на… Нет, бюджетной формы нет. Ага, и второе, какой литературой пользуются студенты? Ну, не пользуются, а по какой литературе обучаются студенты в вашем факультете? Это литература МГИМО создана или какие-то общие доступные учебники? Нет, смотрите, ну, понятно, что МГИМО и наш факультет, опять же, в ролике в этом несколько раз услышали, что мы крупный научный, да, центр. Понятно, что, конечно, основа основ – это наша экономическая школа, наша лингвистическая, филологическая школа. Понятно, что большая часть учебников – это учебники наши. Ну, конечно, естественно, мы перекрёстно пользуемся и лучшими иностранными учебниками, и наших коллег из других вузов. Кстати, вот то, что я, в общем, о чём почти не говорил, вообще не говорил сегодня, в нашем факультете мы тут как-то так вот сложилось, что являемся лидерами по подготовке онлайн-курсов, по разработке и по использованию, в общем-то, по сути. В нашем учебном плане понятно, что онлайн-курсы мы используем не только, которые подготовили наши преподаватели, да, но мы используем и вот этот вот онлайн-контент, и ведущих зарубежных вузов. Ну, вы, наверное, знаете, что МГИМО часто называют российским Гарвардом, вот, да, поэтому мы используем и курсы наших крупнейших партнёров, ведущих за рубежом и внутри страны. Поэтому здесь, опять же, у вас возможности самые широкие, потому что, опять же, то, с чего я начал моё выступление, экономика – очень широкая наука, да. То есть, говоря, из-за чего вот такие вот копья ломаются уже, наверное, больше ста лет, да, там, кто мы, либералы-классики, там, кинсианцы, марксисты, там, ещё кто-то. Понятно, что наука – это, не знаю, даже чем сравнить, да, с какими-то философскими школами можно. Ну, вот, и понятно, что мы, конечно, будем стараться вам давать максимально широкий взгляд, и от этого будут и ваши учебники, и ваше образование. Ещё один вопрос можно, пожалуйста? Какие-то существуют привилегии при поступлении на магистратуру после окончания бакалавриата в вашем факультете в университеты, скажем так, компаньоны ваши? Ну, смотрите, скажем так, прямых привилегий, да, что вот из МГИМО мы берём выпускников, а там, не хочу называть просто вузы, что, да, там, а из какого-то другого вуза, да, мы не берём. Ну, нет, конечно, наверное, такого в честном виде не будет, это просто законно, да, и нечестно. Но, конечно, разумеется, здесь главный бонус в том, что наша сильнейшая языковая подготовка, прежде всего, наша очень сильная подготовка к социальным дисциплинам, если, опять же, повторюсь, вы хорошо учитесь, у вас хорошие баллы, и всё, в общем, нормально, то у вас не составит большого труда поступить в лучшие иностранные вузы. Вот, опять же, буквально сегодня до ДВИ я подписал две рекомендации нашим ребятам, там что-то у одной девочки, там что-то типа 98 рейтинг, о том, чем постоянно говорю, у мальчика там чуть пониже 95. Я писал мне рекомендации, ведущие зарубежные вузы, один в британский, другой в американский, вот, потому что, как декан, поэтому, да, если мы знаем детей, конечно, им это очень помогает, вот, и, опять же, ваше знание более чем хватает. Как показывает практика, наши хорошие выпускники, они на уровне лучших из лучших выпускников бакалавриата в ведущих странах. Хорошо, спасибо. Так, ещё продолжают поступать вопросы, такой, ну, немножко такой тактический вопрос. Вопрос на программе двух дипломов, может ли сертификат CPE, кембриджский экзамен, заменить требуемый балл IELTS? Ну, это имеется в виду при переходе вот с нашего второго курса на третий и четвёртый, там, значит, ну, требование IELTS, оно на текущий момент сохраняется, да, поэтому я думаю, что этот вопрос мы будем обсуждать уже конкретно, вот, когда, если вы к нам поступите на эту программу, вот, через два года, когда вам нужно будет ехать в Великобританию, ну, конечно, к тому времени могут быть какие-то изменения и, соответственно, может быть, будут принимать. Но это мы будем уже решать, когда этот вопрос дойдёт. Так, и тогда ещё вопросы онлайн. Может ли справка о неполном высшем дать какие-либо преимущества при поступлении в МГИМО? Интересно. Ну, смотрите, нет, да, насколько я понимаю, я как-то перед нас просто с таким вопросом сталкиваюсь, нет, если вы где-то не закончили, да, не доучились в бакалавриате, это не даст вам никаких привилегий. Другой вопрос, что вы, скорее всего, уже обладаете какими-то навыками, какими-то знаниями, вопрос-то будет, может быть, будет, да, чуть-чуть полегче, ну, смотря почему не закончили. Пожалуйста. Здравствуйте. Извините, мой. У меня вопрос, есть ли ограничения по возрасту? Вот, допустим, я оканчиваю 11 класс в 16 лет, вот это будет ли помехой при поступлении в МГИМО? Страшно, я тоже поступил в МГИМО в 16 лет. А, ну всё, тогда нет вопросов. Так, здесь ограничения какие-то нет. Другой вопрос, нет, а ограничения есть с какой точки зрения? Если вы пройдёте к нам на договорную основу, да, то вы, соответственно, заказчикам по договору будут, понятно, не можете выступать вы, будут выступать ваши родители или ваши, кто вас представлять будет. Вот, то есть вы не можете заключить договор, если вам нет 18 лет. Насколько мне известно, никаких ограничений возрастных у нас не существует. Главное, что у вас был аттестат в школьном образовании. Так, ну, я смотрю, что в зале у нас больше вопросов нет. По онлайн вопросы, в общем, в известной степени немножко начали повторяться. Поэтому, друзья мои, тогда я предлагаю на этом, в общем, чтобы нам не растягивать наше мероприятие, на этом завершить. Ещё раз обращаю ваше внимание, что если что-то, сейчас какая-то мысль родится уже после общения, во-первых, мы пока никуда не уходим, мы вот здесь сейчас в холлах будем. Если какие-то ещё вопросы есть, пожалуйста, можете нам напрямую задать. Либо, пожалуйста, обращайтесь по нашим телефонам и прочее. Если есть в зале те, кто заканчивал англоязычную школу, у вас вот через какое-то время будет возможность пообщаться с нашими коллегами, кто предлагает четырёхлетнюю англоязычную программу «Здесь МГИМО». Это если захотите. Коллеги, спасибо. Спасибо вам большое. Ну, опять же, повторюсь, надеюсь, что мы ещё весной где-нибудь с вами встретимся. Так, следите за нашими новостями. Спасибо. Спасибо. Всем желаю успехов при поступлении. Всего доброго. Спасибо.